Легендарный киевский футбольный клуб Арсенал. Кто его обанкротил? Кто остался должен футболистам и тренерам? Кто и как увел здание и землю Арсенала в центре Киева? Все ответы в сюжете. Смотрите. Арсенал – легендарный столичный клуб с почти столетней историей. Еще с 2001 года пушкари, как футболистов Арсенала называли болельщики, вышли в премьер-лигу, а затем и в еврозону. Однако в 2007 столичные власти, которым принадлежал клуб, решили его продать. Руководство клуба на уровне городских властей и уже заканчивая последними владельцами, хотели получить землю, имели проекты постройки стадионов. Я думаю, что с этим было в большей степени связано. Арсенал Киев на то время достаточно серьезный клуб, надо говорить, был. 97% акций Арсенала продали скандальному бизнесмену Рабиновичу за 700 тысяч гривен. А это по тем временам цена хорошего джипа. Очень уж ему хотелось смахивать на олигарха. И у футбольного клуба тут же начались проблемы. На мой взгляд, тогда. Тогда как раз какой-то переломный момент, когда, скажем, к нашему Арсеналу на тот момент охладели. Начались какие-то определенные финансовые трудности. Мы практически сидели без зарплат, без ничего, там какие-то копейки. Рабинович намеренно обанкротил клуб, уверен бывший тренер. Всего за несколько лет Арсенал задолжал банку 360 миллионов гривен. При том, что игроки и руководство сидели без зарплаты. Еще интереснее 17 миллионов долга перед компанией ДнепрАвиа. Якобы за авиаперевозки. Вот только футболисты почти никуда не летали. Я посчитал о том, что сколько вылетов должен делать Арсенал. То есть Арсенал должен, не имея базы, жить в самолете, в воздухе. Ну, иногда спускаться и, так сказать, тренироваться. Долг. Ну, то есть вот такой долг нереальный был. То есть изначально как бы созданная схема для того, чтобы Арсенал был обанкротен раньше. А Рабинович всех кормил обещаниями. Обещал построить стадион для Арсенала, открыть в Киеве 840 футбольных площадок. А футболисты должны были растить себе юношескую смену. Это все обещания. А вот на самом деле Рабиновичу нужен был не Арсенал, а выделенное Киевской мэрией здание для клуба. В центре на 460 квадратов. И земля. Что мы взяли? Арсенал был только одна машина, Хюндай там какая-то. И все. Недвижимости ничего не было. Амельченко выделил Арсенал у здания. На что, Рабинович, тихо-тихо, Влад, это не твои вопросы все. То есть я знал о том, что оно было в аресте. То есть так удобно держать это здание, чтобы его никто не забрал, скажем так. А всех людей персонал перевел в офисы, в свои же офисы. То есть Арсенал платил ему же. И до сих пор платит. В 2013-м из-за махинации Рабиновича клуб покинули 14 футболистов. И вскоре легендарный Арсенал стал банкротом. И купленный за 700 тысяч гривен был продан за 20 миллионов долларов. При этом не выплатив ни копейки долга игрокам. Но вот дом и землю Арсенала на Тургеневской Рабинович себе оставил. По данным Департамента земельных ресурсов КМДА, офисом Арсенала сейчас владеет компания HMS Разборн. Ее собственник некто Игорь Батор. И он помощник нардепа Рабиновича. Более того, офис фирмы, судя по данным из реестра, находится по адресу Мечникова, 14-1, в том же здании, где расположен офис политической партии Рабиновича за життя. Этой фирме Рабинович продал здание за 9 миллионов гривен. Фактически заплатил их самому себе. Доведение клуба до банкротства, задержки зарплаты, списание миллионов на несуществующие авиаперелеты и, возможно, многомиллионные махинации с недвижимостью, находившейся в собственности города. Все это теперь предстоит проверить правоохранительным органам. Конечно, если им не дадут команду, эту аферу пока не замечать. Банкротить и уводить имущество легендарного Арсенала это не линолеум налево продавать. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности в телеканал Интер.